Привет, ковбои! Начнём с того, что Phantom Liberty, если кто не знает, это платное дополнение для игры Cyberpunk 2077, которое вышло несколько дней назад. Оно включает новую локацию, новый сюжет, новых героев, новую ветку прокачки и кучу нового снаряжения. Само по себе дополнение не очень большое, часов на 10-12 плотного сюжета и около 30-40 часов на полное прохождение, чтобы выполнить все сайды, изучить всю локацию, подобрать все навыки и пройти все концовки. Сюжет интересный и более серьёзный, чем основная игра. Все мои теории были неверны, и он даже не про спасение президента, но почти. Прохождение даёт примерно 4 концовки самого дополнения с одной большой развилкой ближе к финалу, которая сильно меняет следующую за ней игру, а также совершенно новую концовку для всего Cyberpunk 2077, которую очень просили игроки с самого релиза. Интересно, довольны ли они сейчас. Дополнительных квестов не очень много, вам их выдают постепенно по мере выполнения сюжета. Почти все они рассказывают небольшие истории и дают определённый выбор. Иногда это серьёзные истории, которые не имеют верного решения, а иногда очень весёлые. Призрачная свобода также добавила много нового в Cyberpunk 2077. Например, торговца, который продаёт культовое оружие, которое вы упустили при прохождении основной сюжетной игры. Если что-то вдруг потеряли, то найдёте это на чёрном рынке и сможете заполнить всю свою стену оружием. Новую систему прокачки биочипа, очки которой можно найти по всему городу на терминалах Милитеха. Навыки помогают лучше использовать ваши киберимпланты на руках, добавляют критические точки врагам и усиливают работу оптического камуфляжа. Очень приятные такие навыки, которые хочется получить на самом деле с самого начала игры. И много-много нового снаряжения. Тонны одежды, много оружия и немного новых имплантов, включая кибердеки. Кроме нового контента, неплохо обновили графику и подтянули освещение. Это касается всех локаций. Сильно прокачали анимации, в том числе лицевые анимации, которые стали в разы лучше, чем были в оригинальной игре. С точки зрения дизайна и левел дизайна, пёси город очень круто сделан. При этом игру хорошо оптимизировали. И несмотря на официальное повышение системных требований, почти на всех системах игра стала работать стабильнее, чётче и выдавать больше кадров. В принципе, начинать прохождение Phantom Liberty вы можете в любой момент, после знакомства и выполнения квеста для мамы Бриджит из Вудуистов. Но я бы советовал не спешить и проходить дополнение ближе к финалу основной истории. При этом, если вы давно не играли, то стоит обязательно погрузиться в Cyberpunk 2077 с самого начала, начав новую игру. И да, призрачная свобода – шикарное дополнение. Своих 9 из 10 заслуживает точным. Проходить и перепроходить советую всем. Большинство найдёт для себя, за что полюбить Cyberpunk 2077 после выхода 2.0 и Phantom Liberty. Вроде коротко, основные тезисы рассказал, сейчас поговорим более конкретно, и заодно поделюсь своими наблюдениями об игре и мнением по некоторым её аспектам. Без спойлеров, конечно же, ведь моё имя, войсоребус, это просто канал об играх, и кстати. Новая концовка дополнения «Призрачная свобода» показала, насколько мимолетна избранность Ви. И это напомнило мне сюжет книги «Аватар короля. Изгнанный король», где главный герой, будучи киберспортсменом и лучшим игроком в онлайн-игре «Путь славы», приводит свою команду на вершину рейтингов, но при первых же неудачах его тут же меняют на подающего надежды новичка. Так что, потеряв всё, Есю устраивается на работу обычным менеджером в интернет-кафе. Впрочем, судьба даёт ему ещё один шанс – новый сервер «Путь славы» и новую дорогу, ведущую к вершинам. Такая история будет интересна каждому, не зря книга является бестселлером, и по её мотивам снимают от аниме до фильмов и дарам. Первое печатное издание на русском продаётся только в интернет-магазине «Читай город», где представлен огромный ассортимент книг. Заказывайте новинку с бесплатной доставкой в ближайший к вам розничный магазин. А за покупку книги «Аватар короля» в интернет-магазине «Читай город» вы получите коллекционную открытку в подарок. Поторопитесь, количество очень ограничено. Также на сайте есть промокод на скидку 30% на первую покупку, или по промокоду «Ивойс» вы получите скидку 25% до 14 октября на всё, кроме небольшого списка исключений. Все подробности, конечно же, по ссылкам в описании. Cyberpunk 2077 наконец закончил свой путь. Путь огромных амбиций, который начался 10 лет назад с момента громкого анонса. Сложный путь нескольких перезапусков, проблем с движком и переработками. Путь мечтаний и желаний разработчиков, которые не готовы были воплотить их в реальную игру. Путь провального технического релиза, но определённого успеха в маркетинге и финансах. И путь, разбитый в дребезги репутации, лопнувшего пузыря капитализации, отзыва, релизы и продаж на консолях и невиданного до этого момента возврата средств. Путь, который пускай с проблемами, но привёл к появлению новой игровой вселенной, которая ранее была известна только по настольным ролевым играм, который познакомил с интересной историей мира и персонажей, который заставил меня пустить скупую слезу в финале прямо на стриме, от осознания последствий своих решений. Путь, который прямо сейчас, кажется, окончательно закончился. Эпично, громко, стильно, эталонно, идеально, я не знаю, что ещё сказать. Дополнение «Призрачная свобода» вместе с обновлением 2.0 завершили Cyberpunk 2077, сделав его многогранной комплексной игрой. Игрой, которой хочется посоветовать поиграть всем, без каких-либо «но», без ограничений. Кого-то затянет сюжет, кого-то боевая система с прокачкой и микшированием билдов. Кто-то останется в восторге от интересных побочных квестов или скрытых тайн вселенной. Я любил Cyberpunk 2077 и раньше, но сейчас. Phantom Liberty вдохнула в игру новую жизнь, реанимировала, улучшила, напичкала хромом, одела в лучшие одежды и представила в лучшем свете и без того хорошую игру. Один из сюжетных квестов, где нам приходится буквально через точные воды пробираться на закрытые мероприятия, где собрались самые сливки Night City, это вот буквально про Cyberpunk 2077 и релиз Phantom Liberty. Мне понравилась «Призрачная свобода». Её сюжет, её изменения, её новая территория, её подход к повествованию. В дополнении идеально всё. Ну, почти всё. Я, конечно, сейчас подробнее расскажу обо всех аспектах DLC, но пока что самая важная мысль, которую вот уже хочу как минимум пару минут до вас донести, Phantom Liberty органично вплелась в основную игру Cyberpunk 2077. Дополнив не только сюжеты геймплей, историю мира и персонажей, преобразив понимание лучшего финала, но и улучшило общее восприятие игры, сделав её законченным произведением. Как будет время и возможность, обязательно поиграйте в «Призрачную свободу». Потому что она — финальный аккорд развития Cyberpunk 2077. Гейпо Матанджело, глава разработки Phantom Liberty и обновления 2.0, подтвердил, что действительно наступил конец Cyberpunk 2077, что обновление 2.0 и «Призрачная свобода» — это последние крупные обновления и изменения в игре. Разработчики, конечно, планируют выпустить ещё пару фичей, поддерживать игру необходимое время хотфиксами и патчами, но в целом это всё. Конец. Дальше начинается разработка новой полноценной части. Cyberpunk 2 или проект Орион, как бы его ни называли. Сейчас Гейпо и его команда будут заниматься новой игрой. Так что ждать ещё 3 года, ещё более завершённой стадии игры не стоит. Самое время играть. Phantom Liberty — это очень комплексное обновление, где один его элемент не живёт без другого. Это самый главный плюс DLC. Новая ветка умений тут вплетена в основную ветку повествования, и с самого начала ты сдаёшься вопросом, как правительственный нетранер проапгрейдил твой аросаковский чип милиттеховским программным обеспечением. Игра даст ответ на это. Пёси город при этом живёт вместе с его обитателями. Сюжет же построен именно на этом и активно взаимодействует с дополнительными квестами. Точки интересные не просто вопросики, которые ты потом как-нибудь закроешь, а активности, которые ты берёшь и выполняешь по пути. Главный фиксер района, мистер Хэнс, не просто говорящая голова, которая даёт задание, а важный ключевой персонаж. Выполнение для него заданий помогает в основном сюжете, и даже влияет на весь Пёси город. Пёси город, конечно, маленький. Дополнение почему-то сравнивали с Кровь и Вино, но территории тут меньше, чем добавляли Каменные Сердца. Город крошечный, словно Чихуахуа скрестили с Блохой, но назвали Грозным Баргестом. Это не город, и даже не район, это маленькая часть района. Доктаун меньше, чем начальная ограниченная локация первого акта раз в десять. Вся новая локация, это буквально одна чёртова главная улица, с одной стороны которой расположен стадион с чёрным рынком, а с другой трущобы с ещё одним рынком, и ещё одна улица сверху, дублирующая обеспечение жизнедеятельности. В одном из первых сюжетных заданий нам будут рассказывать про главные здания Пёсего города. Это всё, это по сути эти здания, это и есть весь город. Он построен вокруг этих трёх, четырёх, пяти построек. Все, кто говорит, что Доктаун вертикальный, немного лукавят. Он, конечно, вертикальнее, чем Найт-Сити, но не в том смысле, что вы сможете осмысленно излазить в многоэтажные здания все, и это будет иметь хоть какой-то смысл. Однако, маленькость Пёсего города – это не минус. За ней скрывается его сильная сторона – насыщенность. Плотность происходящего на метр живой площади города зашкаливает, и то, что размазано на весь Найт-Сити тонким слоем масла, словно на бутерброде за 50 рублей в аэропорту, в Пёсем городе сконцентрировано, как адский коктейль. И даже после прохождения всех активностей, город не кажется мёртвым, а это большое достижение. Вечные тёрки баргестов с местными, какие-то стычки бандитов и пришлых, погони за караванами, стрельбища, внутричковые разборки, миллион отсылок, что во время сюжетных квестов, что просто в мире. Мне в личку, кстати, скинули видео с культовой пушкой Эребус. Спасибо Алексею за наводку. Я, конечно, знаю, что это не про меня, но, блин, приятно. Кстати, в Старфилде тоже есть планета Эребус, мне её ещё Гвинтик показывал в своё время. А чего только отцы основателей CD Projekt стоят? Жаль, что такую явную отсылку на Понт Смита не сделали. Также город неплохо оживает благодаря новым повторяющимся активностям. Первое – это угон и доставка автомобилей. И они мне не очень нравятся, так как хоть и сама активность попадается по пути, но ехать доставлять машину приходится чёрт знает куда. Да и сражаться с преследователями проще не на новой боевой системе машины, а просто останавливаясь и убивая их. Так и сразу лут можно поднять. Хотя, если вы хацкер и просто вырубаете преследователя или взрываете, то это, конечно, удобнее, но я не вы, увы. Второе – это точки сброса, так называемый аэрдроп. И вот эта штука мне прям очень зашла. Она всегда попадается по дороге, когда ты куда-то идёшь. Выглядит как просто лут, который нужно подобрать и который кто-то защищает. Иногда это баргесты, иногда другие банды, иногда они сражаются за него между собой, а иногда можно просто тихо забрать всё снаряжение, и это всегда в разных локациях и точка. Зачищается такое за несколько минут, с новой системой навыков это при этом всегда весело, и ты получаешь не только качественный высокоуровневый лут и кучу компонентов, но и чипы развития навыков, и что самое крутое – чипы увеличения переносимого веса. Вот за них я готов прямо все аэрдропы защищать. Очень жаль, что активность с машинами в Найт Сити добавили, а вот аэрдропы – нет. Добавьте ко всему вышесказанному отличную проработку локаций и их дизайн. Город выглядит как захолустье, мрачный, разграбленный, разрушенный, и даже солнца свет его не красит. Доктаун во многом очень похож на Найт Сити, но и не похожа одновременно. Город в городе, постапокалипсис в постапокалипсисе. Это тот самый случай, когда размер на самом деле не так важен. К тому же возможность исследовать город насквозь во все стороны слегка преуменьшает его маленькость. Каково было мое удивление, когда после зачистки какого-то туннеля я вылез у побережья Пасифики и долго не мог понять, что тут вообще происходит. В совокупности все это делает Песи Город образцовой новой территорией. Тем самым компромиссом между пустым, открытым, но огромным миром и таким же открытым, но маленьким миром. Я всегда любил первые части Готики именно за умение создать иллюзию большого открытого мира на достаточно ограниченной территории. И в 2023 году эту иллюзию повторили CD Projekt Red. Кроме того, DuckTown это же классическая игровая зона. Не знаю, бывали ли вы в Лас-Вегасе или хотя бы в Сочи, на крайний случай под Артемом, кто знает, тот знает, но игровая зона это действительно одна главная улица с казино, отелями и развлекательными центрами, плюс дополнительная улица для жизнедеятельности. И эти самые улицы отлично подошли для нового сюжета. Более приземленного, чем я предполагал себе, но того более реалистичного. Забавно, что у вас будет как минимум две возможности отказаться от прохождения дополнения. Первый, во время разговора с президентом, можно настоять на своем уходе, и тогда ваш квест просто провалится. Второй, если не спасать президента, когда попадете в песю город, отправится по своим делам. Сойке это не понравится, и она вас вырубит. Мелочи приятны, жаль, что игра не дает никакой альтернативы в этом моменте. Также мне не понравилось, что в определенный момент сюжет такой, стопе-стопе, не стоит бежать так быстро. Повыполняй-ка пока сайдквестики, с типа сюжетным обоснованием. Я сначала немного расстроился, вроде как искусственное затягивание игры, тогда как мне очень хотелось углубиться именно в сюжет. Но затем понял, зачем разработчики так сделали. Они гордятся своими сайдами, и не зря, они очень классные. Плюс именно это разделило сюжет на первую его составляющую и вторую, так скажем, основную часть. Тем более, что по мере прохождения основного сюжета, у вас будет частенько так появляться свободное время, которое нужно будет занять до следующего звонка от сюжетного персонажа. Честно, лично меня это ужасно бесит. Когда апогей сюжетных перипетий достиг своей первой кульминационной точки, и я был готов вкусить финал, мне пришлось минут сорок ждать. Спать, принимать душ, выполнять какие-то задания, бить лица людям в бешенстве и просто выйти на луну, пока мне наконец не позвонили и не позволили, о боже, продолжить сюжетный квест. Это проблема как оригинальной игры, так и дополнения. Это вроде бы как реализм, но знаете, что самое забавное? Когда мне всё же позвонили, я пришёл на точку. Квестовый персонаж такой, «Ты чё так долго, Ви? Я, между прочим, тут подыхаю, а ты вообще где шляешься?» Ух, бля. Не знаю, баг ли конкретно это, но в Призрачной Свободе и вообще во всей игре всё ещё миллиард и маленькая тележка других багов. Они тут везде. От странного неестественного поведения неписи или предметов, до ужасно работающих коллизий и вновь сломанных уже ранее подчиненных багов, в том числе с физикой. Конечно, за три года ты уже привык к тому, что противники проходят сквозь объекты, а машины при столкновении генерируют термоядерный взрыв, но есть и незабавные критические баги. Самые распространённые сейчас это проблемы зависания эффекта биочипа после посещения облаков, проблемы с лагающим кряхтящим звуком, невозможность выполнить квест с Виком по замене имплантов и сломанные обновлённые угасания ночью, хотя два последних это проблемы старых сохранений. И если про некритические баги легко забыть, то вот остальные явно необходимо фиксить. И на этом, наверное, с большими минусами всё. То есть это баги, которые уже почти как фишка игры, долбанные звонки, которые ждёшь сильнее, чем хатика. Киберпанк, получается, всё тот же киберпанк. Для многих это отсутствие русской озвучки, маленький новый город, словно на улице минус 20, а ты только что из душа, и сайды, которые обязательно надо проходить по сюжету, но на самом деле они очень офигенные, и это нифига не минус. Всё остальное... шикарно. Я ещё задолго до релиза говорил, что все эти 2.0 хороши не сами по себе, а включая прохождение игры и, что самое важное, сюжетных и сайдквестов. И основная сюжетная линия Phantom Liberty это просто... вау, она очень хороша. Новая система навыков и окружения, всё, что есть в игре, делает её только вкуснее. Но CD Projekt именно в повествовании, в атмосфере, в истории прыгнули выше своей головы. Мне сюжетка Phantom Liberty понравилась больше, чем основной игры. Очень круто, я просто не могу, а новый финал, он настолько ужасен, настолько же и прекрасен. Определённо сделаю разбор как всех концовок дополнением, так и новой концовки Cyberpunk 2077. Когда? Ну, подписывайтесь на Телеграм, там все новости, информация как о роликах, так и о стримах. Ссылочка есть в описании. Кстати, на выходных планирую подрубить ещё и допройти Phantom Liberty до 100%. Если видео понравилось или было полезным, поддержите меня платной подпиской на Boosty или прямым донатом по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы поддержать продвижение этого ролика. И, конечно же, прошу перейти по первой ссылке в описании и закреплённом комментарии. Это меня очень сильно поддерживает, спасибо вам большое. А на этом всё, с вами был A Voice Rebus и увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok